В Европу мы еще пока не попали, зато Европа, похоже, до нас уже доросла. Добрый вечер. Это программа «Я так думаю» на телеканале «Алекс». Вслед за Соединенными Штатами Европа восстала против расизма и произвола американской полиции, в результате которого погиб чернокожий Джордж Флойд. Американо-европейский Майдан стал с одной стороны проявлением гуманизма, с другой, как и все Майданы, сопровождался чудовищными погромами. Летели с постаментов памятники. Досталось даже Уинстону Черчиллю, на памятники которому протестующие написали «Расист». Били стекла домов и магазинов, поджигались автомобили. Однако некоторые детали не остались незамеченными. Европа в свое время не поддержала украинский проевропейский Майдан, зато поддержала американский, несмотря на то, что чернокожий Флойд не имел никакого отношения к Европе. Возможно, равнодушие к украинским протестам и консолидация с американскими объясняется тем, что США не стремятся стать членом Евросоюза, а Украина к этому давно и безуспешно стремится. Евросоюз давно приостановил свое расширение, тем более за счет беднейших стран, и не собирается расширяться в ближайшем будущем. А некоторые страны, в частности Голландия, долго тормозили подписание Ассоциации Украины с Евросоюзом, хотя этот документ не обещал присоединение Украины к ЕС ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе. Романтика и эйфория первых лет образования Евросоюза сменилась тяжелыми экономическими и социальными проблемами. Сложной бюрократической машиной, требующей от стран-членов ЕС огромной финансовой поддержки, да и определенным разочарованием некоторых стран от присоединения к Евросоюзу. Например, в Швеции после присоединения к Евросоюзу рухнула знаменитая социальная система, существовавшая в Швеции долгие годы и вызывавшая зависть у других народов. Шведы вынуждены были принять европейские социальные стандарты, оказавшиеся намного хуже их собственных. И единственное, что они смогли сделать впоследствии, это отказаться вступать в еврозону. Сохранение шведской кроны помогло предотвратить очередное социальное падение, хотя и не вернуло былых показательных социальных стандартов. Консолидация европейцев с американскими протестами объясняется их общей политической культурой, общими страхами и общей преданностью идеям гуманизма. Европейцы панически боятся повторения нацистского кошмара, а американцы мужественно несут крестственные за долгие годы рабства и унижения чернокожего населения. Уважение к правам человека, высокий статус любого человека, личности в американской и европейской культуре заставили их забыть, по крайней мере, на время. Часто возникающие сложные этнические конфликты, сдержанное, а порой раздражительное отношение к мигрантам и бешенцам, которые, этого нельзя не признать, создают немало проблем в американском и европейском обществе. А вот что существенно отличает американские и европейские майданы от украинского, это поведение полиции и отношение общества к обязанностям полицейских по восстановлению общественного порядка. Убийца Флойда, грубо превысивший свои полномочия, наверняка будет наказан по всей строгости закона. Но нарушать закон в Европе и США не позволено никому, ни полицейским, ни протестующим. И потому полиция действовала смело и жестко по отношению к агрессивной, громящей все на своем пути толпе. И неважно, какими справедливыми и благородными эмоциями руководствовалась эта толпа, закон никому не позволяет творить бесчинство. В Украине же за эти бесчинства и погромы крайними сделали полицейских, просто выполнявших свои обязанности. А убийц этих полицейских почему-то сделали героями и амнистировали. Разумеется, если бы Беркут перешел на сторону Майдана в 2014 году, его героизировали бы и амнистировали, так же, как и участников всех погромов. Которые сжигали дом профсоюзов на Крещатске, разворачивали брусчатку на улице Институтской, взрывали коктейли Молотова. Но если полиция будет так легко переходить на сторону протестующих и нарушающих общественный порядок, если она будет легко нарушать присягу и отказываться от выполнения своих обязанностей, в каком обществе мы окажемся? В средневековом или вообще доисторическом? И о каких правах человека придется тогда говорить? Нужно отдать должное. Украина тоже не поддержала европейский Майдан, сохранив такую же нейтральную позицию, но вряд ли осталась нейтральной по отношению к меморандуму, подписанному украинским правительством с МВФ. Этот меморандум отличается не просто антиукраинским характером. Он похож на того американского полицейского, который зажал своим коленом не шею Флойда, а шею всей Украины. И право на такой зажим МВФ получил от украинского правительства. Условия МВФ всегда носят либеральный характер, но в периоды кризисов либерализм способен превращаться в страшную кабалу. Например, перевод тарифной политики на рыночные рельсы означает полную потерю платежеспособности украинского населения. Согласно меморандуму, закрываются все льготы для бизнеса, социальные программы уже не сокращаются, а просто ликвидируются. Продолжается убийственная медицинская реформа, лишившая огромное число людей медицинских услуг, по крайней мере поставившая сельскую медицину на грань катастрофы. А ведь МВФ прекрасно знает, что западный либерализм, основанный на принципе «бог помогает тем, кто сам себе помогает», сворачивается перед лицом кризиса. И либеральные правительства сами превращаются в Бога для своего народа. Почему же это правило не распространяется на Украину? Да потому что украинская власть, начиная с Петра Порошенко, работает на МВФ, а не на собственный народ. Очень хочется сказать нашему президенту, вы обещали на выборах стать приговором для господина Порошенко, но благодаря своему правительству превращаетесь так же, как ваш предшественник, в приговор собственному народу. Разумеется, юридический вердикт действием вашего предшественника должен вынести суд, и вы правильно делаете, что не вмешиваетесь в компетенцию суда. Но кадровая политика, умение вести переговоры, противостоять сильному и равнодушному давлению МВФ и защищать собственный народ – это ваша прямая обязанность, я так думаю. С вами была Татьяна Николаева. Будьте все здоровы и увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин